Субтитры сделал DimaTorzok И последним в решающем 11 раунде против вас играет Дмитрий Олейников, представляющий Центральный дом шахматиста. Дмитрий сам записал для вас видео вопрос. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вопрос у меня такой. Есть довольно простая примета, по которой на фотографиях можно определить, к какому периоду жизни смыслов эта фотография относится. Я думаю, вы легко скажете. Может быть, по толщине его очков зрение падало. Может быть, обручальное кольцо. Сидел. У него зрение довольно быстро упало, в смысле, рано. Да, сидел, но это как бы не пример. В этом не было бы вопроса. А он курил, не курил? Нет. А может быть, он все ближе и ближе рассматривал какие-то там... Может быть, наклонялся все ближе? Он же, кажется, ослеп ближе к концу жизни смыслов. Нет, там не видно. И, там не видно. Но это музей шахмат, в любом случае, там какие-то архивные фотографии. Василий, Василий, смыслов ослеп под конец жизни? Да. Наверное, все толще и толще очки становились. По фотографиям. Да, еще по фотографиям. Какие могут приметы? Ну, ручки там какие-нибудь, ну... Ну, чисто внешне как-то менялся еще. Ну, это не примета. С Надеждой Андреевной, с женой он... У него не было каких-то привычек интересных, каких-то... Как еще? Пежал постоянно. Кода менялась. Он был правшой или вшой? Что нам вообще о нем известно? Правша. Правша или в жизни не меняется. Что еще? Что-то в одежде. Господин Суров, у Вас, напомню, есть дополнительная минута. Да, мне кажется, что если пользоваться ей, то когда, как не сейчас. Разумеется, берем минуту. Ну, давайте еще раз посмотрим тогда на замечательное... Если можно. ...от господина Ленинкова. Игорь. Есть довольно простая тагета, по которой на фотографиях можно обозреть, к какому периоду жизни. Смыслов, эта фотография относится. Я думаю, вы... Смыслов, эта фотография относится. Я думаю, вы... А может быть... Просто вот сколько ему там лет. А чем он занимался в этот момент? Довольно простая примета. Вот на первой фотографии с Ботвинником. Смыслов или кто? Он очень наклонен. Очень наклонен. Да, близорук. А то есть это он все-таки на фото, да? А вот я не могу понять, это смыслов. Похоже, что он верхний. Так, эта версия вообще понятна. Дайте еще... Василий, что нам вообще вам известно про смыслово интересного? Ну что? Ну он пел там, он боксом занимался, значит, в юности. Ну что еще там-то? Религиозный был. Религиозный. Религиозный, да. Крестик, может быть, крестик. 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 В принципе, он к концу жизни... Да, но это как бы... Это на фотографии пойдет и разглядит. Не видно, что крестится или нет, предположим, это тоже не увидит. Довольно простая примета, он говорит. Очки – это простая примета. Очки... Там не очки, там скорее как близко он... Не всегда, в общем-то, человек. Там как близко он к доске наклоняется. А вот наклоняется к доске, да. Вот скорее это по очкам... Ну если в этой оставаться версии. Я думаю, что да, потому что по очкам вряд ли можно сказать. Кстати, на первой фотографии он там действительно низко достаточно. Да, он вот так вот прямо. Ну что ж, господин Сура. Итак, кто будет отвечать на отвечающий вопрос? Эту примету назовет Юрий Хашимов. Ну что ж, господин Хашимов. Итак, о какой же простой примете говорит господин Олейников? Ну, поскольку мы выяснили совместными усилиями, что у Василия Васильевича сильно падало зрение в течение жизни. Видимо, это примета, поскольку шахматисты чаще фотографируют за шахматной доской, насколько низко он наклоняется к доске, делая ход, или к листочку нотации для записи. Это простая примета. Да. Ну, господин Хашимов этот вопрос нам прислал господин Олейников. Давайте мы посмотрим на экран. Сейчас он сам озвучит вам правильный ответ. Ответ довольно простой. Это очки Василия Васильевича. Если Василий Васильевич без очков, то это период его жизни до того, как он стал чемпионом мира. Вот, например, фотография. Это матч-турнир. Это, простите, партия 51-го года в 19-м первенстве СССР. То есть, Смыслов без очков. А вот эта фотография Смыслов в очках, как раз когда его чествуют в 57-м году на сцене, где он только что завоевал звание чемпиона мира. Итак, Смыслов до матча с Ботвинником без очков, Смыслов во время и после матча с Ботвинником в очках. Ботвинником в очках. Ну, господин Суров. Обсуждали вы очки, господин Суров, обсуждали, но все-таки ответили другое. Субтитры создавал DimaTorzok